Отлично. Игра о чёрном. 3 плюс 0. Игра без добавления времени и будет какой-то дебют D4. И попробуем повторить. Значит, D5. Будем играть антикаталон, так я его называю, или принятый ферзем, да? Теперь никаких каталонов не будет. Хоть же 3, он слабый здесь, в этой позиции. Нет. Да, поэтому со мной играют E3. Поэтому со мной играют E3. Так, теперь Солнце 4 грозит. Так, ну что, сейчас съедим. Можно начать с разных ходов. Можно E6 пойти. Как я обычно играю, A6. Номерче, там, C5. C5 сразу? Дальше моя идея поменять ферзей. Пешечку отыграть. И катать эншпиёчка. Да, спонсор. А я вот не знаю, если байкман, он уже не байкман. А вот дженюс. Селаем. Нет, не могу, да, что-то. Слоны F6 я хода не боюсь, потому что тогда белые отдадут преимущество двух слонов. Да, конечно, мы сбоим пешки, но опасаться этого не стоит. Играю B5, захватываем. Ой, ладец Эйден. Не отвлекай меня, значит, никто не увидел ладец Эйден. Я тут вижу, ты проголосовал за Яну. Хотя на ладец Эйден пока было конь Д7, но там были проблемы. Так что не отвлекай меня. Какие-то проблемы, и всё-таки эти фигуры вдвоём были не защищены. Теперь мы такой ошибки не допустим. Поставим слона на Б7. Конь теперь защищён. Ладец Эйден не опасно. Это слона напали. Это всё, что я умею. Сегодняшний стрим... Соперница не выдержала и подарила мне преимущество двух слонов. Конь Д6. Хочет использовать ход конь Д6. И ход конь Ф6. Так, это, конечно, интересно. Конь Д6 угрожает. И я только не буду убрать слона, получается. Потому что у меня провиснет конь. Значит, если я пойду Ф5, будет ход конь Д6. И мне теперь не защититься. Или всё-таки защититься. Конь Д8 будет ход. Конь Б7. Конь Б7. Ну, а, в принципе, пока держимся. Не забывайте про сконс, потому что я скажу. Достопочтенные. Будем держаться изо всех сил. Вайтман и Ко. Конь Д8. Да, конь стоит неуклюже, но, по крайней мере, держит позицию. Нет, нет. Я говорю сама себя. Я. Да ёпперес, это не типа... Ну, просто я постоянно говорила, что... Конечно, белым здесь не особо выглядело. Это разбор, поэтому соперницы не меняются. И это как-то... Сигурки у меня здесь стоят очень странно. Как-то выбираться из этой позиции. Фу ты. Сложно играть и думать. Грозит Конь Д7 с выигрышем качества. Не Яна, меня. Яна замечательный человек, наверное. Надо выгонять. Я её лично не знаю. Хорошо. Посмотрите, грозит Конь Д7. Конь Д7 не годится. Черные фигуры заплели слегка. Надо играть как-то быстро. Быстро, быстро, быстро. На ход Д6 будет ход Конь Д7. Видимо, качество мы всё-таки здесь потеряем. Но надо хотя бы тогда ставить себе двух слонов. И Конь Д7 с играми. Сыграем с НД5. Будем играть на ловлю фигуры. То есть, конечно, качество мы тут потеряем. Но зато, может быть, потеряется и Конь на поле Д6. Что я на... Кладья Д7. Пусть забирают нашу фигуру. Хотя вот так мы Конь С8 подземнули. В будущем. Занаслили. Конь Б6. Так, играем на С6. Хочу поймать Коня вот этого вот. Так, Конь Д5. А, вот Конь Д5 это было печально. Конь Д5 это было печально. Это позиция у нас не хуже. Так, тут можно нажать на клазочек. И присылаю ссылочку на реваж. Да нет, дальше мы... Да, тут мы називали.